Мои хорошие, всем физкульт-привет! Вообще встала на свое рабочее место, я в Марте, я готовлю иду, но вообще нету яркости. Вот на улице нету солнца сегодня, яркости нету. Вот туман, просто вот смотрю в камеру, белесость. Знаете? Туман яром, ничего не видно. Так и у меня на кухне. Туман яром. Стала в этом коридорчике маленьком, вроде бы какая-то яркость есть здесь. О чем я сегодня? Конечно, похудение. Конечно, у меня формат похудения, значит питание, значит вес. Сейчас покажу вам. Я сняла небольшие видео, да, еду, которую я себе готовлю. Еда, которая помогает мне удерживать вес. Посмотрим. Веда у меня очень простая. Я готовлю с простых продуктов, но я не ленюсь готовить, я не ленюсь потратить какое-то время. Я всегда находила время, я бежала на работу, все равно вкусно для себя готовила. И потом мы с вами питаемся так, что может есть и наша семья. И голубцы, и котлетки, и виточки, мы все с вами едим. Поэтому не надо искать отмазочку, мне некогда готовить, я для семьи готовлю, а себе некогда приготовить. Да что вы говорите? Мясо в любом исполнении, рыба в любом исполнении, яйца в любом исполнении. Готовьте для семьи. Ну каши и картошки ест ваша семья, картошку вернее, вы не едите. Да? Все мы едим. Значит так, о чем я сегодня, да? Я хочу немножко о весе, о весе, да? Вот мой вес восемьдесят килограмм. Ну будем считать восемьдесят, там семьдесят девять, шестьсот, семьсот, триста, когда как, да? Вес динамический показатель, он меняется. Не так покакали, больше подписали, вес другой будет. Значит так, восемьдесят килограмм. Мне иногда могут написать, ты многовато, многовато, ты толстовато, толстовато, тебе еще худеть надо. Мои хорошие, вот я не понимаю, почему мы должны все быть одинаковые. Вот почему, да? Вот кто-то говорит, ты что? Вот индекс Брока. Индекс Брока с современной версией есть. Уже давно все пересмотрено. Вот у меня восемьдесят килограмм. Давайте посмотрим меня сейчас возле зеркальца, в коридорчике. Я себя сняла. Давайте посмотрим. Восемьдесят килограмм. Я стою перед зеркалом в маленьком коридорчике. Вот пожалуйста. Во всей крысе. Я просматриваюсь, правда? Ну буквально метр от зеркала. Метр. Меня хорошо здесь видно, правда? Вот. Я перед вами, смотрите. Плавочки утягивающие. У меня в жизни в доме их не было. Это же нужно затянуть все органы. Это как вредно. Лучше убрать живот, чем иметь в доме. Вот эти плавки резиновые. Никогда нет. Нет. Вы что? Дышать. Дышать нужно, люди. А как дышать животом, правда? Ну вот, я стою перед вами. Смотрите. Какая-то фляга. Барцетка. Да ничего у меня нету. Вот, пожалуйста. Ничего у меня нету. Смотрите. Вот на мне плюс-минус, ну, минус-минус восемьдесят килограмм. Семьдесят девять семьсот, шестьсот. Вот так может быть даже. Вот мой вес. Мой вес. Это идеальный мой вес. Больше? Нет. Меньше? Тоже не нужно. Самое важное. Мои хорошие, самое важное. Я очень длительно и очень легко удерживаю свой вес. Вот это самое главное. Похудеть можно, а удерживать вес. У меня это очень даже получается. Вот, смотрите. Вот. Люди, смотрите. Никакой барсетки вот этой. Никаких флягов у меня нету. Нет. Вот и перед вами. Во всей красе. Молодец, Станечка. Молодец. Продолжай дальше активничать. Это движение. Форма тела. Это движение. Запомните. Похудеть вы можете и на питании. Но форма тела. Это только ваша активность. Нам нужны факты. Вы увидели, да? Восемьдесят килограмм. Вот, пожалуйста. Вот так я смотрюся. Восемьдесят килограмм. У каждого человека своя пропорция. Это нормально. Мои хорошие. Мы разные. Это нормально. Это классно, когда мы с вами разные, правда? Но если бы мы были одинаковые, да? Девяносто шестьдесят девяносто. Все должны вот так вот по струночке ходить, да? Какие-то каноны. Девяносто шестьдесят девяносто. Да, чтоб вы жили сто лет. У Оли шестой размер груди. Чего должна быть такая, как Оля? У нее ножки коротенькие, посмотри. Так она же вообще золушка. Тридцать шестой размер. А у меня на Чапуличского злодия. Сорок два, сорок три. Я в женские отделы редко захожу, потому что я уверен, там ничего нету. Я в Турции хожу по магазинам, и там маленькие размеры. Думала, в Турции что-то классное куплю. Я иду в мужские отделы, смотреть кроссовки себе в мужском отделе. Макосины покупаю под брюки. Мужские. Сорок два, сорок три. Эге. Эге. Это так легко. Плюс косточки на ногах. Там тоже нужно подбирать. У меня свои, свои вот эти вот такие вот проблемы. Обувные, обувные конкретно, да. Поэтому если я вижу для себя обувь, я носом не кручу. Если она классная, я беру. Все, пригодится. У тебя есть тапочки. Зачем тебе восьмая пара? Да ты что, это мой размер. Размер головы у меня шестидесятый. Я подхожу, мне нравятся, допустим, фетровые билетики, да. Я понимаю, маленькие. Я так сразу потянула. Натянить билетиками, я его возьму. Не переживайте, девочки. Мне цвет нравится. Я делаю размер, я делаю размер. Так, растянула немножко, делала, думаю, так, нормальненько. Шестидесятый размер головы. Чего мне вес должен быть? Такой, как у тебя. Да? Я вот этого не понимаю. У меня, во-первых, плечо. У меня длинная рука. Пришла парикмахер, что я уже рассказывала сто раз. Она в новой куртке пришла. Она выше меня на 4 сантиметра, метр семьдесят четыре рост. И размер ноги у нее больше. Велико, у тебя такая классная куртка, да я померю. Одеваю куртку. Боже, шо, это короткий рукав. Она выше меня, у нее короткие руки. Чего мы должны быть одинаковые? Я не понимаю, да? У каждого человека свой вес, повторяю. Самое главное, чтобы не было фляков. Целлюлита, чтобы не было, да? Чтобы вы ушли от целлюлита. Целлюлит это не массаж. Целлюлит это подкожный жир. Надо заниматься физически, тогда целлюлит уходит. Подкожный жир уходит. Не массаж нужно делать. Крем от целлюлита. Не, 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 это брехня. Занимайтесь физически, и целлюлита у вас не будет. Он уйдет. Значит, по весу еще, да, по весу. То есть мы разные. Мы разные. Вы вот посмотрите, да, бывают вот такие вот девочки, индианочки, они танцуют вот эти индийские танцы, да. Они такие хорошенькие, так сексуально смотрятся, да. Плечики округлые, грудочка красивая, даже небольшие животики. Для женщины это очень сексуально. Это классно, как американцы говорят. Это сексуальная, классная, да. Вот. Точно таки мужчины. Крепкий человек, хорошая форма тела. Крепкая грудная клетка, плечо хорошее, да, у человека. Мышцы крепенькие такие, не нозьи. Плавочки вот это, да, плавочки. Болтающиеся там какие-то спичечки. Ой, эээ. Нет, нет. Точно таки мне девочка не нравится очень худая. Синяя такая, да, дырка между ногами. Что это за красота? Что это за сексуальность такая? Нет. Нет. Мне бы, если бы была мальчика, мне бы неинтересна такая девочка была. Красиво, когда есть форма, да. И попочка хорошенькая, и ножки хорошенькие, да. Тело. Тело должно быть красиво. Самое главное, это сделать тело. В нашем возрасте, плюс-минус нашим, да. Климактерическом, я имею в виду, да. Самое главное, это уйти от лишнего жира, чтобы ушел висцеральный жир, который обволакивает наши органы. Подкожный жир, чтобы не было вот этих флягов. Вот этого достаточно. Вы подошли к зеркалу, да. Вы сняли с себя все, все. И плавки. И вы увидели все органы свои. Все увидите, когда нагнете голову или нет? Вот если все увидите, это так классно. И не надо умные весы. Вот разделисят, плавки сняли, до зеркала подошли. Нравитесь себе или нет? Нет, работайте над собой еще. Или нормально? Нормально? А, ну тогда хорошо уже. Тогда хорошо. Точно таки я делаю. Точно таки я. Я не боюсь на себя сейчас посмотреть в зеркало. Когда я выхожу с ванной, не боюсь я посмотреть в зеркало. Так. Поэтому не надо никого слушать, вам нужно похудеть. Не надо никого слушать. Вы номер один. Вы номер ван. Вот я была в Турции, да? Мои хорошие. Я в Турции боялась весов. Я боялась весов, честно вам говорю. У меня там вес начал падать. Я много там ходила. Это тоже имеет значение. Протяженность парка 7 километров. До парка 1,8 километров. Ну, допустим, километр. Назад 2,9 километров каждый день. У меня штемп какой был. Я же там всех перегоняла. Если бы я просто ходила, дышала воздухом, смотрела на мраморное море, тогда это одно, а я же там работала как. У меня вес был ниже намного, чем сейчас. И потом там питание другое. Не мое питание. Не мое. Не мое. Я так хотела сыру на базаре купить, свого творожку. Я так хотела селедочки. Какой-то кусочек сала там остается. Думаю, да не буду его брать. Пускайте остается это сало. Не было у моей ежи. Картоплю я не буду ести. Квасолю запихивать в Турции я не буду. Артур, там у них фасоль, это их не. Там рис у них, допустим. А рис и фасоль они едят, кстати, на одной тарелке. Мясо. Я поеду, расскажу вам цены. Там мясо знаете по какой цене сейчас? Я была год тому назад, я купила 300 грамм говядины дубовой. Дубовой. Катя, зачем ты ее брала? Да не знает, где нужно брать мясо. Я взяла 300 грамм в магазине, в торговом центре. 170 гривен год назад. 300 грамм. Я ее варила 2 часа, чтобы дорогая кастрюля-то не сварилась. Не сожглась. Я постоянно доливала туда воду. Поэтому там не мое питание. Не мое. Я боялась встать на весы. Становлюсь я 77-700. Думаю, ну завтра не буду становиться. Пройдет 3 дня, я стану. Вроде бы что-то подъедало. Потом встала 77-300. Боже. На Новый год меня Катя фотографирует. Лицо страшное. Есть свечики, они нормальные. Но мы разные, да? У меня нет. Мне нельзя худеть. Нельзя больше худеть. Нельзя. Я боялась остановиться на весы. Я боялась маленького веса. Мне нехорошо. И потом я физически себя слабее чувствую. Знаете, за ветром вот так. Мене колыхаю вот так за ветром. За ветром, да? Да вы что? Не, у меня силы нету. Я какая-то дохленькая. Дохленькая. На 77. Кто-то говорит там худеть. Зачем вы это делаете? Зачем? Должно быть у человека нормальное тело. Не надо вот это вот в омут бросаться этого похудения. Вот сбросили вес там 20 кг. Смотрите, нормально. Ой, классно. Все. Вот самое главное удержать вот этот вес. И не надо ничего придумать. Никого только не слушайте. Никаких подружек. Тебе надо еще похудеть. Ну понятно, если это молодая девочка 20 лет, 30 лет. То это такое дело, да? А вот лично для меня вот это очень даже нормально. Это нормально. Самое главное, два жеста тура, да? Индекс Брока. Индекс Брока уже пересмотрен. Пересмотрен. Даже послушайте на эту тему. Знаете, кто говорил? Евдокименко, доктор. Он даже говорил, вот этот мужчина. Уважаемый человек, настоящий доктор, да? Индекс Брока пересмотрен. Поэтому не надо подать дурочку. Красиво, когда человек сексуальный. Сексуально смотрится. Сексуально. Да? Не важно, сколько вам лет. 60, 70. Ровная саночка. Нормальное телосложение. Есть какое-то тело. Красиво же, когда округленькая плечика, да? Аккуратная талия. Нету живота. Ну и все. Ножки хорошенькие. Все. Вам виднее. Никого никогда не слушайте. Что я и делаю. Мои хорошие. Я напомню всем. Я начала худеть в климатерическом периоде. Поздний климакс. Начало менопаузы. 56 лет. Мне 48, мне 52. А 56 лет. Начало менопаузы. Только первый год. Я начала худеть. 124 килограмма. И похудела на 44 килограмма. Допустим, 80 килограмм сейчас мой вес. Меня это очень устраивает. Почему растолстела? Жрала? Нет. Гипотиреоз. Гипо. Недостаточное количество гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз. 70 единиц был. Не 20. Не 5, не 7, не 20. А 70. Гипотиреоз. Состояние не хочу даже вспоминать. Страшно. Страшно вспомнить просто. Как вспомнил, так вздрогнул. Я только напомнила себе. Хочу посоветовать людям, у кого нет щитовидной железы, кто хочет постройнее, да, неправильные гормоны принимает. Кстати, такое может быть. И вес не уходит. Это неправильное количество гормонов принимаете. Неправильная доза. Не нужно резко стараться похудеть. Я худела приблизительно 4 года. Очень все плавно проходило. Это разумно. Это надежно очень. И меньше стресса для организма. Очень спокойно проходило мое похудение. Теперь удержание веса тоже очень спокойное. Такое разумное удержание веса. Мои хорошие. Одно время очень часто мне писали люди, почему у вас так фото висит вот это, да, неровно. Вы что-то знаете. Это специально. Я сейчас поднесу камеру поближе и вам покажу. И вы поймете, почему так висит у меня это фото. Ну и сейчас посмотрим наши тарелочки. Наше адекватное питание, которое помогает и стройнить, и удерживать вес. Денис фотографировал Катю. Это поняла вот в таком ракурсе. Вот. Если рамочка будет вот так, то это будет вот так смотреться. А вот так все-таки красивше. Вес моей Кати 56 килограмм. Катя мелкая. Катя не у меня, нет. Катя очень мелкая, такая тендитна. В духовке кексы. Тыквина, яблочная. Буду доставать уже. Начну с кексиков. Кексы остывшие. Я перевернула вот на обратную сторону. Смотрите, они какие снизу хорошенькие, да. Я их украсила еще даже кунжутом немножко. Яблочно. Тыквенные кексы у меня. Состав замечательный. Но к этому я сейчас подойду. Я утром сегодня встала. Достала тыкву из морозильной камеры. Разморозилась. И я решила отварить себе тыкву, чтобы поесть кашки. Тыквенная кашка у меня со трубями. Я сейчас пшено не кладу. Нет, нет. Я проварила тыкву. Не ела, конечно, потому что это утро. И пошла по делам. Пошла на рыночек. У нас ярмарка. Я конкретно шла на рынок купить яблоки. Я хотела зеленые, кисловатые яблочки. Это семеринка. Они маленькие, не очень большие. Покрупнее яблочки, они были мягкие. Я пробую. Попробовала те. 28 гривен не годится. Они мягкие, говорю. А ну дайте я попробую вот эти маленькие. Да, маленькие они плотненькие, тверденькие, сочные, но не стеклянные. Смотрите. Я купила 3 килограмма вот этих яблочек семеринка. Заодно смотрю, у этой хозяечки еще тыква есть. Вот, пожалуйста. Я купила 2 куска тыквы. Горбуз таки гарненький. Аж таки червоный, гарный. Купила 2 куска. Вот, почистила на кусочки. Вот сейчас вот эти 2 пакета я положу в морозильную камеру. У меня будет тыквка и для каши, и для таких замечательных кексов. Люди, вы только посмотрите. Состав. Наш состав. Муки даже десертной ложечки нету. Кокосовая стружка 2 пакета здесь у меня. Отруби и пшеничные, и овсяные. Ну, я ставлю ссылочку, как всегда, в комментариях. Посмотрите. Эти кексы я готовила, рассказывала. Сухофруктов у меня не было. Конкретно для кексов. Я взяла орешки. У меня были почищенные орешки, очищенные. Я ножиком порубила и добавила в кексы. Что у меня здесь еще? Значит, тыква, яблочки, орешки. Ну, яйца, само собой. Жира здесь никакого нету. Никакого сливочного масла нет у меня здесь. Ну, получается очень-очень вкусно. Состав хороший. Смотрите, они хорошенькие. Я добавила еще вот таких пряностей. Это французская линия. Очень вкусно получается. Совсем немножко. Ну, вот, пожалуйста. Вот мои продукты. Тыква. Продукт для стройнеющих. Хорошая клетчатка. Хорошие волокна. Морозьте тыкву. Кто может еще купить тыкву. Это будет очень вкусно. Яблочки семеринка. И вот результат, пожалуйста. Кексики. Готовьте. Я ссылочку оставляю в комментариях. У меня, как всегда, небольшая ремарочка. Рецепт вот этих кексов, это я придумала сама. Сегодня добавила два пакетика кокосовой стружки. Предыдущий раз один пакет. Сегодня у меня ассорти отрубей. И пшеничные, и овсяные. Я не добавляла ванильный сахар вообще. И первый раз тоже. Сегодня у меня пряности. У кого-то ваниль. У кого-то не будет таких пряностей. И ванильки, скажет человек. Мне достаточно кокосовой стружки. Самая главная основа. Готовьте под себя. Вот сегодня я не положила жира никакого. У меня нету сливочного масла. Замечательно получилось. Готовьте. Готовьте так, как вы считаете нужным. Лишь бы было вкусно. А сытно обязательно будет. Я на днях покупала рыбку. Никогда раньше не брала. Называется корюшка. Кажется так. Европейская рыбка. Но попробую. Решила запечь ее. Я ее замариновала. Ну, как обычно. Соль. Специи для рыбы. Так, немного. Специи хорошие. Без соли. Без яишек. Все натуральное. И взбрызнула немножко растительным маслом. Сейчас отправляю в духовочку. Ну, чтобы духовка не гуляла. Нужно еще что-то положить в духовочку. Да? Вот, пожалуйста. Мы себя не обидим. Мы гали балований. То есть десерт. Десерт. Да? Мы себя не обидим. Яблочный десерт. По акции бананы. А чего не взять? Сделаем десерт. Яблочки небольшие. Поэтому я взяла шесть штучек. Видите? Маленькое яблочко. Синеринка. Оно кисленькое. Бананчик, понятное дело, сделает свою работу. Сладость добавит. Значит, я добавлю яйца. Три яйца у меня будет. Нужно еще йогурт. Ну, приблизительно три столовые ложки. Я делаю эксперимент. И я думаю, мне от этого эксперимента не поплохеет. Продукты не переведу. Нет. Я возьму ряженку. Можно подумать. Я возьму ряженку. Ну, все. Яйца, ряженка, яблоки, бананчик. Сейчас на блендер пропускаю все. Блендер приготовлен у меня. Вот он. Вот. Танечка в работе. Пропускаю все частями. Соединяю. Формочки заполняю. Сначала маслом, потом вкусную смесь. Формочки. И в духовочку. Работаем. Готовлю салатик. Где моя большая миска? Все, что было в холодильнике. Огурец, редиска, зеленый лучок, перчик, капусточка, зелень домашняя с огородной, петрушечка. Кинза, помидорчик не брала. О, в рифму, как всегда. Кинза, помидорчик не брала. Рыбка находилась в духовке, но духовка была выключена. Красиво худеть не запретишь. Рыбешка я попробовала. Вот кусочек. Я лично не могу сказать, что она очень вкусная. Но для разнообразия можно взять и попробовать. И попробовать. Нужно сравнивать, да, с чем-то. У меня соус ткемали домашнего производства. Пожалуйста. И, конечно, большая порция салатика. Салатика – это наша микробиота. Это еда для наших хороших бактерий. Животный белок. Рыбка. Белок рыбы не такой сытный. Нет. Мясо сытнее. Значит, побольше салатика. Сколько рыбки у меня? 200 грамм. Плюс-минус. Если мясо, то же самое район 200 грамм. Ну что, мои хорошие. Странеем, удерживаем вес вкусно и сытно. Кто со мной, всем приятного аппетита. Виновники торжества. Кабачки. По акции купила. Замечательная цена. Два кабачка – 10.71. Два кабачка здесь было 15.30. Покрупнее. Доллар в Украине – 39. Замечательная цена. Таня, бери. Сделаешь кабачковые блинчики. Точно. Я вчера готовила. Сейчас я вам напомню. Напомню. Чтобы вы обращали внимание на акции. Вот, пожалуйста. В хорошем состоянии кабачки. Вчера готовила. Сегодня повторяю. Ну, соскучились. Мы соскучились за такой едой. Правда? Я не буду показывать весь процесс. Я только напомню. Кабачок. Ну, понятное дело. Нас научили во время модной болезни мыть все. А то же мы не знали. Мы руки не мыли. Значит, помыли. Кожуру не снимаем. На крупную терку. Добавляю соль обязательно. Кабачок выделяет влагу. Кабачок – это 99.9 водичка. Влага. Руками, ладошками отжимаем влагу. Добавляется яйцо. Соль не добавляется. Они уже соленые. Яйцо обязательно. Я добавляю еще зелень. У меня кинза. Добавлю еще чесночок. И если бы был свеженький, можно добавить свежий чеснок. Ну, понятное дело. Кисломолочный продукт. Ряженка. Сода. Отруби. И, само собой, у меня хорошая клетчатка. Отруби, кстати, пшеничные наши, украинские. Добавлю сколько? Ну, на глаз так, на один кабачок. Ну, две столовые ложки точно. А там посмотрю, может, больше. Посмотрю. У меня даже мука будет. Житня обдерной борошно. Ржаная мука. Десертная ложка. Вот это десертная ложка. Полная десертная ложка. Житня обдерной борошно. Почему у меня ржаная мука? Потому что я сейчас занимаюсь закваской. Смотрите, бульбашки. Бульбашки. В воскресенье у меня выпечка хлеба. Видите, какая хорошенькая? Работающая заквасочка. Почему она у меня такая? Потому что на грелке стоит. В квартире холодина. Сейчас очень холодно. Я грелку. Три-четыре раза меняю воду в грелке. Кипяточек. Поэтому вот такие бульбашки есть. Работает заквасочка. Ржаная. Закваска на ржаной муке. Житня обдерной борошно. Поэтому я добавляю сейчас свои оладушки, блинчики. Кто как называет ржаную муку. Можно цельнозерновую и пшеничную, пожалуйста. Как литовина, десертная ложка очень хорошо. Углеводы употребляем. Но какие правильные. Не рафинированная белая мука с отбеливателем, а темная серая мука. Ну что, приступаю. Я только напомню. Сразу тесто не выкладывайте все на сковородку. Возьмите для эксперимента одну ложечку теста на сковородку. Вы посмотрите, как переворачивается ваш блинчик. У меня удачно все. У меня две полные столовые ложки отрубей. Десертная полная ложка муки. Я все показала. Один кабачок. Потом вы понимаете, добавить отрубей или муки или не нужно. У меня, как всегда, пять часов точно без еды. Нету инсулина. Нету аппетита. Но аппетит уже появился. Вкусная еда, вкусно пахнет. Я уже съела два блина. Я же повар. Один попробовала, потом второй. Присела, сразу попробовала. Люди, немедленно готовьте. Покупайте на акциях кабачки и готовьте. Это очень вкусно. Тесто такое вкусное. Не забито мукой. Такие нежные, воздушные мои кабачки. Такие вкусные. Зелень просматривается, да? Смотрите. Ух ты, похудение у меня, да? Классное. Прелесть. Клетчатка хорошая. Отруби пшеничные. Это вообще метла. Это моторика кишечника, да? Цельнозерновая. Да еще какая цельнозерновая. Не пшеничная, даже оржаная. Жить не борошно. Вы представляете? Клондайк полезности. Клондайк. Яйцо. Это вообще эмбрион. Зародыш. Кисломолочные продукты здесь. Правда? Есть немножко? Есть. Ну и в чашке у меня тоже ряженка. Мне вкусно. Мне захотелось сегодня с ряженкой. Можно с йогуртом. Можно даже взять сметанки немножко, да? Вкусно как? Ну как немножко? Немножко это... Кто-то стаканчик даже может съесть. Вы смотрите. Смотрите. По своему состоянию, да? Отрабатывайте, не отрабатывайте. Двигайтесь, не двигайтесь. Да? Сколько раз едите? Что едите? Ух ты, красота. Вот я ем. Ммм. Как же все-таки мне нравится процесс и похудения, и удержания веса. Кто со мной? Всем приятного аппетита. 4.30. Готовлю еду. Для меня самое главное – это клетчатка. Много-много салата. Большая салатница салата. Редисочка, капусточка, красный сладкий перчик, зеленый лучок. Зелень обязательно. У меня петрушка. Где больше всего витамина С? Больше даже, чем лимончики. В петрушке. В петрушке. Конечно, вкусно заправиться салатик. Оливковое масло. Яблочный домашний уксус. Перцы. У меня даже травка сумак. Соль. Само собой. Альтернатива хлебу. Сельдерей, конечно. Я его поджарила в яйце. Муку не добавляла. Но, конечно, яйцо подсолила. Натрий. Нам нужен натрий. Салат. Альтернатива хлебу. Сельдерейчик. Горчица. Колбаска. Собственного производства. Докторская паштетная. Вот это да. Вот это да. Вот это бутерброды, да? Вам так не жить, как я худею. Вкусно. Сытно. Большая объемная порция. Много бутербродов. Как же мне нравится процесс похудения и удержания веса. Кто со мной? Всем приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!